Шкода Октавия 4-го поколения Попытался улучшить автомобиль по всем фронтам и интегрировать в него максимальное количество передовых фишек Эксперимент с четырехглазой Октавии, такой она стала во время рестайлинга, официально признан неудачным Автомобиль вернулся к обычным фарам В целом же новое поколение оказалось похоже на старшего брата Шкода Супер Никогда ранее смежные модели не были столь близки в плане экстерьера, теперь их несложно перепутать Лифтбек стал на 19 мм длиннее 4689 мм и на 15 мм шире 1829 мм Колесная база осталась прежней 2686 мм Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось улучшить с 0,29 до 0,24 для универсала с 0,31 до 0,26 По примеру Volkswagen Golf 8-го поколения, Октавия перешла на обновленную версию модульной платформы MQB Интерьер тоже во многом напоминает Golf, теперь элементы расположены в два яруса, разделенных серой горизонтальной полосой От немецкого собрата достался и миниатюрный рычажок переключения режимов автомата А вот новый двухспицевый руль здесь свой Уже в базовой версии предусмотрена медийная система с 8,25 дюймовым сенсорным экраном В более дорогих комплектациях его диагональ может увеличиться до 10 дюймов На месте приборной панели 10,25 дюймовый дисплей Впервые в серии появился опциональный трехзонный климат-контроль Слегка увеличился объем багажника с 590 до 600 литров у лифтбека и с 610 до 640 литров у универсала Октавия сохранила богатый выбор силовых агрегатов Для новинки предложат бензиновые моторы 1 и 0 TSI 110 л.с. 1 и 5 TSI 150 л.с. и 2 и 0 TSI 190 л.с. Обновленный дизельный 2 и 0 TDI будет продаваться в трех вариантах Мощностью 115, 150 или 200 л.с. 2 Последних могут сочетаться с полным приводом Дополнительно подготовлена газовая версия GTX двигателем 1 и 5 TSI 130 л.с. Бензиновые автомобили с роботизированной трансмиссией можно заказать в варианте мягкого гибрида В нем предусмотрена бортовая 48-вольтовая электросистема, стартер-генератор с ременным приводом и небольшая литий-ионная батарея Обещана экономия топлива до 10% Появился и полноценный подключаемый гибрид, в котором 1,4-литровый бензиновый турбомотор сочетается с встроенным в робот электродвигателем Максимальная отдача составляет 204 л.с. По некоторым сведениям, будет доступна и 245-сильная версия Литий-ионный аккумулятор емкостью 13 кВт-ч обеспечивает до 55 км пробега в электрическом режиме Впрочем, россиянам остается лишь порадоваться за богатство выбора Шкода Октавия в Европе До нас не доберется ни один из вышеперечисленных вариантов Высока вероятность, что в России новая Октавия будет продаваться со старыми моторами 1,6 MP, A1 и 4 TSI Продажи автомобилей должны начаться в конце 2020 года Задержка вызвана необходимостью запуска локализованной сборки